Металист Харьков Металист 1988 года в составе Харьковчан, а ныне директор спортшколы металлиста, ждет от своей команды европейского прорыва. Металист уже добился два раза подряд третье место и на Украине команду знают еще со времен Советского Союза и сейчас в нашей стране команда на слуху и знает. А то, что в Европе, я думаю, все-таки на сегодняшний день престижнее, все-таки показывает результат более такой в Европе, скажем, на мой взгляд лучше, конечно, бросить все силы, чтобы зарекомендовать себя, скажем так, в Европе. Взгляды Игоря Кутепова разделяют и болельщики. От назойливых фанатов игроков основного состава приходится ограждать милицейскими кордонами. Эту функцию в Харькове небезуспешно выполняют и представительницы прекрасного пола. Красота, как известно, страшная сила. Действующие футболисты-металисты мысли о Евроарене, в частности о Кубке УЕФА и турецком Бешекташе, отложили до 2 октября. Всецело сконцентрировавшись на поединке с Ворской. Ничего не поделаешь, тренерская установка. У нас была конкретно подготовка к этой игре, то есть никаких мыслей о Бешекташе мы старались не допускать. И установка была такая, что сначала Ворсло, а потом уже будем думать о Бешекташе непосредственно. Как оказалось, тренерский ход Мирона Маркевича в части психологии был оправдан в полной мере. Металист начал матч без оглядки на тылы. Первый момент был упущен уже на шестой минуте. Из выгодного положения дал маху Эдмар. Но спустя всего 5 минут бразилиц был реабилитирован с отечественником. Коллекция голов шедевров Жажи Коэлио пополнена очередным экземпляром. Получая частичную свободу действий на подступах к штрафной, бразилиц, как правило, с решением не медлит. Не сбавляя оборотов, металист удвоил преимущество к 21-й минуте. Снова не без участия Коэлио, харьковчане сообразили на троих. По финтим на фланге, Жажа обыгрался с Дэвичем и откатил на Слюсара. Зевнувший момент удара Долганский был бессилен. Находящийся уже одной ногой на поле Николай Павлов обоснованно высказывает претензии к организации игры в обороне. Для достойного ответа в Орске понадобилось 5 минут. Откровенно скучавшего все это время Горяинова застал врасплох первый удар в створ ворот. В спор за самый красивый гол матча включился гибатик Цури. Немного сместившись в центр, албанец отважился на удар, как казалось, за предельной дистанцией, а оказалось точно в 9. 2-1. Шанс выровнять положение еще до перерыва упустил Есин. Результативный удар был отделен считанными сантиметрами. Второй тайм выдался менее насыщенным яркими событиями. Попаданием в штангу отметился ярмаш, а Коэлио окончательно приобрел статус самого полезного игрока матча на 85-й минуте. Загрос штрафную на Бразильца привел к падению и красноречивому жесту арбитра Сиренко. Николаю Павлову запрещено говорить о судьях, но не с ними. Реакция тренера была донесена резервному арбитру. А Коэлио тем временем реализовал 11-метровый, подвел итог матча. 3-1 не в пользу Уорсквы. Тем не менее, тренер полтовчан не теряет чувства юмора. Да, герой мы довольны. Мы недовольны результатом. Я сегодня, наверное, обращусь к руководителям, чтобы меня в Харьков не отпускали на игры. Потому что я сегодня не могу никак выиграть. То погода мешает, то поле мешает, то еще кто-то мешает. Хотя команда хорошо играет вроде бы.